Внимание, внимание! Говорит и показывает канал из Китая в Россию. Привет, друзья! С вами снова Андрей и вы на канале из Китая в Россию. Сегодня видео у меня больше будет посвящено музыке, а именно наушники, которые я заказывал из Китая. Вот в таком пакете они пришли. Я их уже тестировал, проверял. До этого показывал вам наушники вакуумные, которые... Ребята, я и девчата, если кто смотрит, я понял, что все, те уже не хорошие наушники. По сравнению с этими... Я не знаю, я не снимал ватку эту здесь, как здесь, большой наушник или маленький. На самом деле они настолько выдают классные высокие и низкие частоты. То есть и бас, и средняя частота голоса, и пищалки, и на ушах. То есть закрепляешь. Такой дизайн прикольный. Единственное, вот заметил минус, но не поставил китайцу за это минус. То, что сновья они были очень тугие, дужки эти. Вот правая такая осталась тугая, то есть прижимает к уху хорошо. А левая уже расхляба какая-то стала. Но как они звучат за свою цену, мне показалось, что они просто шикарно звучат. Поэтому я решил, наверное, все-таки где-нибудь в этом месте, где у них крепление, капну клея. Примерно зафиксирую как-то положение, чтобы ухи сильно не давило. Единственное, я заметил, конечно, если бы у них была бы эта дуга через голову, и сильнее к уху прижимала, и вокруг был бы бортик больше, то вообще был бы звук шикарно просто. Не проникало бы в ухо посторонних звуков с улицы. И когда даже эти наушники прижимаешь к уху сильнее, прям и бас посильнее, знаете, и средняя частота уже передается как-то получше. Все уже посторонние звуки все исчезают. Более там, видимо, ушной раковиной как-то вакуум создается. И как-то звучание в уху приятнее передает, больше поинтереснее. Но и даже если не прижимаю, все равно они очень классно звучат. Я подключал их уже ко всем возможным, какие у меня были китайские здесь плееры. Других нету. К ноутбуку подключал ночью, когда сидишь, чтобы семью не разбудить с ними. Я вот сейчас с ними все время, у меня очень удобно, и они не напрягают. Изначально думал, что будет на раковине уж напрягать, но мне это не напрягает. И вот единственное, не пойму, то ли в наборе это было, это я уже в пакет положил, вообще отдельно лежала, то ли подарком. Китаец положил еще два тампончика на уши эти, поролоновых. И скрепочку. Наушники, значит, не просто наушники, они используются не только в плеере, но и у мобильного телефона. Есть микрофон, есть кнопочка поднять трубку. То есть, три с половиной джек, не на три контакта, а на четыре здесь с микрофоном используется. В телефоне включал, слушал, разговаривать по ним не пробовал, честно говоря. Даже не знаю, хорош это микрофон, плохой, но вообще акцента даже у меня не было на то, чтобы их использовать как гарнитуру, только вот как плеер слушать музыку. А также еще такой вот пакет. Не распаковал его еще. Почему? Потому что товар уже более подороже. Стоимостью там, по-моему, около полутора тысяч рублей он микрофон. Сейчас, значит, буду распаковывать, постараюсь ничего не говорить, чтобы просто потом это видео ускорить. Да, кстати, почему я решил там на видео снять распаковку. Вдруг что-то там будет испорчено или что-то поломано, чтобы китайцу потом доказать, чтобы не было срезок соединений с клеек. Вот такой вот футляр с красной молнией. Ну и, конечно же, с вмятинами на дне, потому что китайцы сильно не парились. Здесь обвернули в два или три слоя, но очень тонкого, очень тонкого буголь-пакета. Мелко, кстати, дочке нравится такой. Легко хлопать пальцем, сильно усиление надо придавать. Ну и опять же, завернули все в обычный полиэтиленовый пакет. Вот поставить за упаковку минус. А вот если планируешь на продажу или еще что-то... Да, у меня коллега на работе попросила заказать для ребенка такой вот микрофон. Вот он микрофон. Значит, в комплекте мануал на английском языке. Только на английском языке. Не знаю, может быть, что-то кому-то интересно будет. Паузу поставьте, почитайте. Никогда не вникал, если честно, вот и мануал. В комплекте у нас еще. Так. Микро-USB 3.5 джек. Для чего, пока еще не знаю. Но, я думаю, видимо, с мобильных устройств. Наверное, с мобильных устройств, чтобы музыка сюда шла на него. И USB, микро-USB. Это, наверное, для зарядки. Так. Тяжеленький такой. Прикольный. Здесь разъем у нас USB. Вот здесь у нас разъем микро-USB. Детального обзора снимать не буду, друзья. О! Он даже еще и заряжен. Так. Пленочку, я думаю, пока мы отклеим, чтобы можно было что-то здесь порегулировать. Потом ее обратно приклеим. Что-то щелкает. То есть, регулировка здесь. Бас. То есть, низкая частота, высокая частота. Громкость, я так думаю, самого микрофона. Потом. Это, видимо, громкость самой музыки, которая будет с флешки подаваться. Это эффект эхо. Здесь у нас наверху есть... Забыл я вам сказать, что в этом устройстве строен Bluetooth-приемник. И по Bluetooth. И он соединяется, коннектится с мобильным устройством. То есть, он может, как обычная колонка, воспроизводить то, что у вас записано в телефоне, грубо говоря, закачано, какая есть музыка. Единственное, здесь условие. Переключить либо на iOS. Ага, вот так вот. Либо на Android. И здесь у нас уже то, что флешку втыкаем. Музыка. Play, пауза. Вперед, назад, перемотка. Сейчас мы берем флешку. Попробуем включить, послушать. Так, в футляре, я заметил, здесь такая вот есть резиночка. То есть, это можно засунуть вот таким вот образом. И он уже не вывалится. Футляр прикольный. Блин, наверное, футляр себе оставлю, скажу. Вот так в пакете микрофон пришел. Да, я шучу, конечно. Так. Так. Втыкаем флешку. Что-то с хрустом, но зашла. Так, включаем. А, и не включается. Блин, разряжен, друзья. Ну, что тут сказать. Надо, значит, первое зарядить его и продолжить видео. Ставим камеру на паузу. Так, друзья. Подзарядил немного микрофон. Включаем. К сожалению, на флешке у меня музыка стоит та, которая сейчас, если чуть, наверное, дольше двух-трех секунд она будет звучать, обязательно, наверное, мне забанят это видео по авторским правам. В общем, что сказать, орет очень громко. Мьюзик. Значит, это так и есть. Громкость музыки с флешки. Волом. Громкость. Громкость та, которая поступает с микрофона. Эффект эхо. Это вообще прикольная штука. Я сейчас включал. За кадром немного попел. Ну, прикольно, если честно. Прикольная фигнюшка. Стерео. Вон, забыл вам сказать. Два динамика. По-моему, если не ошибаюсь, по 3 ватта. На каждую сторону, грубо говоря, 6 ваттный. Такой Bluetooth спикер, колонка, микрофон, караоке. Наверное, все до кучи сразу. По Bluetooth не пробовал коннектиться, но я почему-то больше чем уверен, что будет все это соединяться. Выглядит очень прикольно. По весу он, ну, не сказать, что прям сильно тяжелый. Ну, визуально, когда смотришь, все время ожидаешь, что сейчас что-то китайское будет очень легкое, пластмассовое. А этот берешь в руки, ну, чувствуется прям что-то такое весистое. Аккумулятора на сколько хватает. Не могу вам сказать, честно говоря. Только распаковал его. Ну, по обзорам много смотрел. Что-то около двух часов на полную мощность. Можно орать, горло драть. Ну, все по-разному отписываются. Но вот именно эта модель, что-то вроде бы часа два непрерывной работы с музыкой. Но почти там полную мощность. Либо, если немного уменьшать, что там до шести часов можно песен попеть или поприкалываться. Вот такой получился у меня обзор. А кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вот такая штука, друзья. Прикольная. Орет громко на самом деле. Микрофон очень чувствительный. Не могу сказать по качеству. Там децибел передачи звука. Там 5-10. Ну, не засирает, не фонит. Звучит очень прикольно, очень громко. Посмотрим. Не знаю. Если моя мелкая загорится тоже, то значит ей тоже закажу такую штучку. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. До свидания.